Живопись, музыка, поэзия Переплетение звуков, переплетение творческих судеб Понять, почувствовать, услышать Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой Я уверена, что каждый из нас говорит такие слова Доброе слово и кошке приятно Не понимая, что в данной фразе Речь идет не о кошке, о животном А о человеке, матросе Который носил фамилию Кошка И вот эта фраза, она связана с конкретным историческим событием Когда матрос Кошка спас адмирала Корнилова И тот в знак благодарности Ему сказал очень много добрых слов На что матрос Кошка и сказал Спасибо, доброе слово и кошке приятно И вот вы знаете, довольно долго в России Благодарностью служило слово Или шуба с барского, царского плеча Или посуда с того же барского или царского плеча Только при Петре Первом Была введена в Россию Система наградная А до этого жаловали Жаловали земли, жаловали деньги Жаловали гривны Мы это знаем по летописям Вот само слово орден Это немецкое Оно означает организацию Какую-то систему Имеющую структуру Отличную от других И как правило Члены ордена Они не только имели определенные ритуалы Но и носили определенную Для данного вот Сотоварищество Одежду Но нам хорошо известны, конечно Такие древнейшие и мощные ордена Как, например, орден тамплиеров Или тефтонский орден Ну и в России Что-то подобное Скажем, было при Иване Грозном Среди его опричников Оприч – это значит вне Это что-то другое И вот опричники Они носили особую одежду Черную У них обязательно было два символа Среди атрибутов, которые они носили Это собачья голова Потому что они стражники Они псы государевы Они вынюхивают измену И выметают все плохое Все ненужное Из государства И поэтому вторым их атрибутом Была метла Как я уже сказала Вот действительно Наградную систему Вводит Петр I И первым Самым главным Которое и остается До 1917 года Орденом военным Был введенный Петром Орденом Андрея Первозванного Это был особый орден Который был учрежден Для высших военно-начальников Потом появляется Орден, который ввела Уже Екатерина I Это орден Александра Невского И потом появляется Орден Введенный Екатериной II Святого Георгия И Владимира Надо сказать, что Ордена Они имели Огромное не только Моральное значение Для служивого человека Но, например, с 1845 года Кавалеры ордена Владимира или Георгия Они получали Потомственное дворянство Это говорит о том Значительном Важнейшем статусе Которые имели Эти ордена В наградной И, соответственно, В системе Государственной Власти и управления И, конечно, эти ордена Они Одни были Довольно Малочисленны Вот, например, известно До 1917 года Что орден Андрея Первозванного С 1698 года По 1917 Получило Чуть больше тысячи человек А вот зато Орден Скажем, Александра Невского Который был утвержден В 1725 году До 1917 года Получило Три тысячи человек Надо сказать, что Конечно Русские императоры Они понимали Значение Армии И поэтому Очень многое Делали для того Чтобы служивый человек Понимал Что он является Одной из основ Русской государственности И поэтому Для Кавалеров Четырех Высочайших Военных орденов По России Императорская фамилия Устраивала В определенные дни Торжественные приемы Тогда в Зимний дворец В соответствии Со статусом Приезжали Награжденные Каким-то Определенным Орденом Это были Торжества Всегда Запротоколированные Имеющие Строгую Систему Празднования Все конечно Начиналось С литургии Обязательно Стреляли Торжественно Пушки Петропавловской Крепости Обязательно Участвовал В этих приемах Император Или императрица Подробные Описания Приемах Известны При Екатерине Второй Когда Матушка Екатерина Сама В соответствующем Мундире Подходила Во-первых Сначала К вновь Награжденным И даже Подносила Вновь Награжденным Кубок Для того Чтобы вместе С ними Отпить Торжественно Вина По этому Случаю Несмотря на то Что подчеркивался Демократизм Данных Мероприятий Для того Чтобы показать Что император Или императрица Императорская Фамилия Они Вместе Они Сослуживыми Военными Людьми Тем не менее Обеды Которые Проходили После Вот этой Торжественной Части Они были Чрезвычайно Изысканными И вот Сохранились Конечно Многочисленные Меню Подобных Торжественных Обедов По случаю Приема Кавалеров Тех или иных Орденов Скажем Меню Девяносто пятого Года Включало Суп Из черепах По-английски Пирожки Паровая Стерлиц Седло Дикой Козы Страсбургский Паштет Пунш Французские Пулярды Салат Артишоки И зеленая Спаржа Пудинг С грушами Мороженое Десерт И вот Для этих Торжественных Приемов Екатерина Вторая Приказала Заказать Несколько Сервизов К тому Времени Уже Для приемов Награжденных Орденом Андрея Первозванного Был Сервиз Подаренный Екатерине Вторым Августом Сильным А вот Для Других Приемов Награжденных Георгиевским Крестом Владимирским Орденом И Орденом Александра Невского Заказываются Сервизы Заказываются Они не на Императорском Фарфоровом Заводе А на Первом Частном Заводе Который Принадлежит Английскому Купцу Гарднеру И который Находится Под Москвой И Надо сказать Несмотря на То Что Гарднер Берет Меньшую Сумму За производство Этих Сервизов Но за Каждый Получает Колоссальную За Георгий Он получает 16 тысяч За Владимира 15 тысяч Но Конечно Все это Делается Быстро Очень Качественно И вот Все эти Приемы Кроме Торжественности Особой Ритуальности Они еще Подчеркивают Это тем Что Сервируются Столы Предметами Которые Соответствуют Символике Того Или иного Ордена У нас В музее Есть Предметы Двух Таких Орденских Сервизов Святого Владимира И Александра Невского Конечно Это Лишь Незначительно В общем-то Случайно Попавшая В нашу Коллекцию Часть Этих Сервизов А так Абсолютно Все Начиная От черенков Ножей Вилок Ложек И Передачами Для шампанское Ваза Все Было Украшено Символикой Того Или иного Ордена Конечно Все Эти Обеды Торжественные Они Обязательно Сопровождались Музыкальным Исполнением Как правило Маршей Это Естественно Потому что Изначально Марш Еще в Древние Времена Скажем Греции Или Особенно Рима Сопровождали Маршевая Музыка Она Сопровождала Триумфальное Шествие Победителей В Древнем Риме Но Только В Западной Европе Где-то К 14-15 Веку Вот Марши Стали Использовать Как Такой Обязательный Музыкальный Компонент Ходьбы В ногу И тогда Стали Появляться Тоже Как Обязательные Музыкальные Инструменты Барабаны Для того Чтобы Ритмичней Отбивать Нужный Для Строевой Ходьбы Ритм Ну Как и Многое В России Марши Становятся Буквально Обязательными При Петре Первом Примерно В это время Создаются Отдельные Марши Для Преображенского Полка Измайловского Полка Семеновского Полка И Становятся Неотъемлемой Частью От Военной Культуры Но Когда Я Думаю О Тех Торжественных Праздничных Приемах То Невольно Мне Вспоминается Марш Который Написан Был Иоганном Штраусом Старшим Который Сейчас Называется Марш Родецкого И Который Мы Слышим Каждый Новый Год В исполнении Венского Симфонического Оркестра Ну Я Не знаю Исполнялся Ли Когда-либо Этот Марш При Приемах О которых Я говорила В Зимнем Дворце Но Мне кажется Он Как Никакой Несмотря На Богатство Этой Музыки Маршей Отражает То веселье Ту радость Единения Которое Испытывают Люди Воевавшие Сохранившие Жизнь И теперь Имеющие Возможность Встретиться И Уважительно Быть Отмеченными Императором Или Императрицей Надо сказать Что Название Вот этот Марш Радецкого Он Получил От имени Фельдмаршала Иоганна Иозефа Радецкого Собственно Ради Которого И Была Написана Эта музыка Штраусом И Исполнен Впервые Был Этот Марш В Вене В 1848 И Как Только Слушающие Первые Такты Услышали Этого Марша Их Охватил Восторг Они Стали Хлопать В ладоши И Отбивать Ритм Ногами И Вот С тех Пор Сохранилась Традиция Даже В великолепном Зале В котором Выступает Венский Симфонический Оркестр Но Когда Звучит Этот Марш Родецкого Все Присутствующие Начинают Топать Ногами И Хлопать В ладоши Знак Особого Восторга Когда Слышишь Этот Марш Конечно Понимаешь Что Вот Эта Музыка Она Каждый Раз В Каждом Новом Году Вселяет В нашу Надежду На то Что Каждый Год Новый Будет Лучше Прошлого И И мы Своим Топотом В переплетении Творческих Судеб Понять Почувствовать Услышать Очерки С искусствоведом Ольгой Васильевой Музыка 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 Музыка